привет друзья на связи я и скрайбер давайте поиграем в игру под названием подпишись не глядя сегодня на обзоре нашумевший аппарат редми ноут 5 про или как называет в нашей версии редми ноут 5 вначале распаковка продавец все очень хорошо упаковал чтобы наша веселая почта не смогла убить этот телефон также в комплекте допами положили стекло в такой черной коробочке и чехол книжка тоже хорошего качества тут кожзаменитель который по ощущениям напоминает кожу итак открываем и внутри мы видим силиконовый бампер про него хочу сказать что это лучший силиконовый чехол который я видел он смотрится монолитом с телефоном и некоторые даже не догадываться что это чехол также в комплекте шнур micro usb зарядка к на 5 вольт 2 ампера небольшая скрепка для сим лотка в начале посмотрим на лоток под сим карты здесь вариант либо на 2 nano sim либо на одну nano sim и одну micro sd к сожалению тройного слота по 2 sim карты и одну sd карту как есть на некоторых самсунгах к сожалению нету вот так смотрится телефон в чехле сразу хочется сказать что по объему он становится больше и это не айс а вот обратите внимание как он смотрится в родном чехле и видно что сяоми поработали над концепцией дизайна чехла и он как будто впивается в телефон и становится одним целым так что однозначно рекомендую бампер или вот этот силиконовый чехол от сяоми молодцы сяомишники хорошо поработали в этом направлении включим телефоны и перейдем к характеристикам дисплей на лицевой панели находится большой широкоформатный дисплей 18 к 9 с диагональю 5 99 дюймов и разрешением full hd плюс технически он точно такой же как и в модели redmi 5 плюс но откалиброван немного по-другому белый цвет здесь немного ближе к естественному а прямом сравнении этих двух аппаратов у редми ноут 5 наблюдается небольшой уклон в теплые тона но это не так важно так как если два телефона не ставить непосредственно один рядом с другим то этой разницы вообще не видно картинка яркая сочная с отличной цветопередачей широкими углами обзора олеофобное покрытие мне показалось совсем такого среднего уровня но она здесь есть диапазон яркости хороший на солнце и яркости должно хватать настройках экрана можно поменять цветовой диапазон экрана теплый нормальный или же холодный тот что вам вот допустим нравится посмотрим как работает жесты первый жест домой для того чтобы вернуться домой просто сделайте свайп вверх жест назад зайдите в любое меню и чтобы вернуться назад сделайте свайп либо слева либо справа ну и чтобы открыть все запущенные приложения сделайте свайп снизу не отрывая пальцы от экрана на секунду задержитесь и вы увидите все окна также можно делать и мульти окна когда в одном окне открыто сразу же два приложения а для этого большого экрана кстати это очень такая хорошая фича далее беспроводные модули связи fdd lte бенды 1 3 5 7 8 в общем 3 7 присутствует это отлично также есть и другие бенды вайфай bluetooth 5.0 это хорошо если вы пользуетесь беспроводными наушниками то будет звук гораздо качественный nfc здесь нет и есть gps android восьмой и сразу же с коробочки mewai 9 9.5 стабильная глобалочка это тоже отлично здесь установлена двойная камера первая на 12 мегапикселей а вторая на 5 первая камера от samsung с апертурой f 1.9 а вторая тоже от samsung со светосилой f 2.0 и фронталка на 13 на 13 мегапикселей от omni vision портретный режим вам обеспечен ну конечно же в основной камере основная камера снимает в full hd качестве и отдельный респект сяомишникам за хорошую стабилизацию видео примеры видео со стабилизацией также фото все далее в обзоре процессор здесь новенький snap 636 построенный по 14 мм техпроцессу обещает не кушать сильно батарею и видеоускоритель adreno 509 тоже не должен подвести оперативная память в редми ноут 5 построена на базе нового чипа lpddr4x который на 30 процентов энергоэффективнее предыдущей модели объем внутреннего хранилища составляет 64 гигабайта и сейчас небольшой отрывок о процессоре немного поговорим о процессоре snapdragon 636 он абсолютно новый пока вы видите зарисовку того что он может давайте поговорим о том о самом процессоре в отличие от всех современных процессоров среднего класса с нам дороги на 636 не надували из дешевой модели обрезали из дорогой за основу взяли qualcomm snapdragon 660 и понизили показатели понемногу в каждой из характеристик те же 8 быстрых ядер крио 260 из которых 4 ядра переделана на новый лад cortex a73 а еще 4 таким же образом кастомизированные экономичные cortex a53 и показатели его на 50 процентов выше чем у всеми нами любимого 625 snap а забыл друзья еще показать вам углы обзора то есть видите что все нормально и когда вы открываете youtube то он открывается не на весь экран вначале предлагается сделать жест расширяющий экран до нужного размера края конечно же обрезается но в целом неплохо годно можно смотреть контент потребляя и очень хорошая стабильная качественная картинка посмотрим сколько вся эта комбинация выбивает в новом antutu 115 тысяч 500 бенчмарок за цену 230 долларов это друзья великолепный просто отличный результат что он делать в бенчмарках то есть это по сути игровой телефон также есть здесь мини джек микро usb заместо usb tfc наверное на складе в китае запас вот микро usb еще не закончился поэтому их ставит как только нещадно как только возможно также есть разблокировка по лицу посмотрите как это работает разблокировка по лицу срабатывает без проблем но в настройках этой функции написано что это не самый безопасный способ разблокировки то есть лучше пользоваться или отпечатком пальцев или же графическим ключом или же кодом отпечаток пальцев работает без проблем звук в наушниках и динамиках отличный батарея здесь порядке 4000 миллиампер часов с этим процессором и оперативкой хватит его на два дня спокойно плюс поддерживается быстрая зарядка quick charge 2.0 это великолепная комбинация конкуренты этого телефона mi1 и meizu m6 ноут цена этого телефона начинается приблизительно от двухсот тридцати долларов и по русским рублям это около 14 тысяч рублей плюсы и минусы этого телефона первый плюс это огромная батарея которая хватает надолго второе хорошее соотношение цена-качество третье отличный процессор 636 снаб четвертое также поддержка быстрой зарядки пятое хороший большой качественный экран шестое это отличная стабилизация видео из минусов совсем немного в этом телефоне нет юсб тайп си а также нет nfc к внешнему виду на передней панели установлена слева фронтальная камера разговорный динамик и различные датчики на левой грани лоток под сим-карты а снизу слева менеджек рядом микрофон далее разъем micro usb и основной динамик а на правой грани качелька громкости и кнопка включения и выключения а на задней крышке сверху и снизу пластиковые выставки основная крышка сделана из металла также сканер отпечатков пальцев двойная камера сверху объектив теле на 5 мегапикселей для создания эффекта буке а нижней это основная камера на 12 мегапикселей с апертурой f1.9 давайте сейчас проверим скорость серфинга youtube как вы видите летает вообще без проблем и в хроме обратите внимание если мы юзаем туда-сюда интернет то тоже все без проблем отлично летает функция ok google тоже работает без нареканий дизайн дизайн сяоми редми ноут 5 не отличается каким-то уникальными смелыми решениями но передняя часть очень красиво и монолитно и по-настоящему это действительно современный смартфон даже беглым взглядом на тыльную сторону смартфона можно без труда узнать типичного представителя линейки редми хотя они пытались закосить под iphone но мы все равно видим что это типичный просто редми металлический корпус пластиковым вставками сверху и снизу корпус ощущается монолитно сборка очень плотная без щелей по скрипывания и прочих неприятных нюансов однако есть один элемент который несколько выбивается из привычного дизайнерского концепта вертикально расположенные выпирающие из корпуса двойная камера в левом верхнем углу тыльной панели точно точно так как ну сами знаете у кого начинка сердцем устройства является восьмиядерный процессор qualcomm snapdragon 636 с рабочей частотой 18 герц от модели snapdragon 660 он отличается только наличием более слабого графического чипа adreno 509 поэтому в играх он показывает чуть менее впечатляющие результаты головы числительная производительность настолько высока что рядовому пользователю хватит ее как говорится за глаза кроме того этот процессор отличается малым нагревом и как следствие отсутствием троттлинга отличная автономность звук мультимедийный динамик имеет довольно большой запас громкости при этом не срывается на хрип и свисты и так далее целом звук довольно приятный чистый и в достаточной мере детализированный но каких-нибудь глубоких низких частот а динамика ждать не стоит это обычный стандартный хороший динамик перейдем к фото берем тестер для линз и увеличиваем фотографию видим что детализация не самое качественное идем края линзы видим что здесь тоже не очень хорошая контрастность по сути она становится даже еще меньше более близкое фото делаем того же самого тестера и видно что детализации все так же не хватает 5 ряда совсем не видно нам и за им 6 но здесь дела обстояли совершенно иначе тут было гораздо больше детализации далее фото при плохом освещении видно что справляется телефон неплохо и при хорошем освещении тоже не хватает деталей при кропе но если в целом посмотреть так вот таким обширным взглядом на фотографию то получается достаточно хорошие насыщенные снимки далее пример видео на основную камеру ну что друзья сейчас снимаем на основную камеру что вы приблизительно могли понять картинку также звук пишем непосредственно так что хотел сказать по поводу этого телефона первое это камеры камера здесь отличная но если говорить о сэлфи камере то она немного хуже чем допустим на мэйзу м6 ноут то есть допустим вы нацелены на сэлфи то это мэйзу м6 ноут если основная камера то в принципе она и там там приблизительно почти что одинаково и момент меня удивило здесь стабилизация вот я сейчас сниму камеру да и вот как бы с чутка потрясу и вы оцените да насколько здесь работает стабилизация конечно не трясу там в полный вот так вообще вот так то есть я отрисую чуть-чуть но стабилизация мне поразило это классно приятно сделали все уме киев спасибо вам большое учитывая цену до ценник на этот телефон став вообще суперский далее сэлфи камера обратите внимание что это тоже не самая лучшая сэлфи камера опять таки обращаясь к мэйзу м6 ноут он справляется в вот в этом сэлфи режиме гораздо гораздо лучше не хватает здесь тоже обратите внимание деталей но если в целом сказать то это уже честно говоря мои придирки так снимает неплохо даже вот обратите внимание при недостаточном освещении тоже получается снимки вида все хорошо и далее пример видео с фронтальной камеры ну что друзья пишем сейчас на сэлфи камеру то сказать по поводу габаритов этого телефона он на самом деле большой ну экран вообще большой 6 дюймов но лежит в руке он идеально вот реально идеально кто-то говорит что лопата то мне лопата я не напрягаюсь реально у меня не скальзывает из рук так далее воду чехла тоже хотел сказать что чехол классно идет который вот именно стандартный сяомиршный да он реально вот как бы совпадает с телефоном то есть как будто это монолит на 30 чехол вот не упадает из общей концепции телефона это классно это вот но я честно сказать но таких классных чехлов но у меня вот лично не было ни разу то есть это реально классно сделали вот вводу того что игровой телефон это или нет это реально игровой телефон у него большущий экран у него просто неубиваемая батарея я вот не знаю сколько я на него пилю видео там не знаю записываю играя там все что-то могу на нем делаю и там играет там и вай фай подключенный и все подряд все что возможно но батарея реально не убивается это круто то есть это реально игровой смартфон если вам нужен то это вот за эти деньги просто отлично играется и действительно у сяоми получился телефон который превзошел где-то ожидания единственная фишка здесь есть здесь нет nfc вот если бы сюда nfc воткнули все это бестселлер вообще на все времена то есть тут есть все в принципе вот он играет хорошо снимает вот ну вот все упаковали все классные ценник отличный то есть все друзья кстати ссылочка в описании если хотите посмотрите актуальные цены и если нужно то заказывайте вот у сяоми получилось вновь сделать единственное я не совсем согласен задней крышки то есть вот концепция дизайна к задней крышке не не очень честно сказать по душе 10 iphone просто вылет идеально здесь все таки это какой-то намек на дизайн и вот эта камера она смотрится очень нелепо короче я с этим немножко не согласен но вообще плюсы всего этого телефона вообще вот все что можно сюда собрать они перевешивают все минусы вообще этого телефона друзья с вами был я ад скрайбер обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк жмите колокольчик делайте репост этого видео пишите любой комментарий вообще просто вася привет вася алло вот привет как дела и друзья если кто-то но вот смотрит как бы мои видосы постоянно то просьба вот даже если вам видос не зашел если вы хоть хотите поддержать мой канал туда смотрите видео всегда до конца вот просто до до конца досматривайте и тогда все будет окей ну что до скорых видосов всем пока пока